Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя легенды. Ну что, сегодня понедельник, турнир как ты видишь закончился и мы забираем свой приз. Так, ну что, поехали. Сюрикены, Ксевер Монтес, 90 золотых осколков и 75 платиновых. Да-да, именно 75 платиновых осколков нам не хватало для того, чтобы прокачать сегодня, друзья мои, одного из персонажей. Ну и как вы все проголосовали, ну по крайней мере большинство из вас, большинство из вас за кожеголового, да ребята. Поэтому, поэтому я его сейчас не подниму, потому что у меня не хватает мутагена. Но это, ребят, знаешь сам, да, секундное дело для нас, тем более мы пойдем на арену и соответственно мутаген мы там набьем. Ну, вначале сделаем, пожалуй, к ежедневке. Поехали. Так, нет, Рафаэля не будем брать. Раз, два, три, четыре. Сегодня у нас, как обычно, ребята, буст. Надеюсь, он будет удачным. Так, судя по часам, ребят, пять минут назад у меня откат был, потому что 4.05 по времени. Немножко задержался, потому что сегодня допрошел игру Дверф, который у нас идет на втором канале про маленького синеголового гнома. Кто еще не знает, может зайти и посмотреть. Сегодня будет финальная серия, то есть развязка всей истории. Причем довольно прикольная. Так, ну что, переходим на вторую волну. Здесь тоже разберемся. Хотя, ты знаешь, наверное, не сегодня, ребята, будет видос по Дверфу, потому что я его только отснял. Соответственно, будем делать. Сегодня мне еще в ночь на работу. То есть надо все успеть. Завтра, скорее всего, будет. Да, завтра зайдете и посмотрите. Также, наверное, и вот этот вот буст тоже, наверное, будет выложен завтра. Так, ну что. Поднять уровень персонажа. Давай сразиться. Давай сразимся в поединках. Ну, естественно, будем... Где у нас? А, ну тут понятно. Тут все, кто пока в платиновый ранг. Мне нужен... Крэнк. Крэнк с его навыками. Давай искать наушники, короче. Как всегда, огромная проблема с этими наушниками у нас. Нашли одни. Вторые. Так, выпадаем на Коба. Опять Коба. Она нам не нужна. Третьи. Трое наушников. Четвертые. Ну, йог, макарек, а. Пятые. Все, ребят. Задание выполнили. Забираем награду. Так, и поднять уровень персонажа. Это не сегодня, наверняка. Давай посмотрим, что у нас на этой неделе. Друзья мои. Черепашка-ниндзя из космоса. Донателло именно. Плюс по испытаниям, что... Ух, усиление технодрома. Друзья мои, у кого нету крэнга или кто копит, я их хочу поздравить, потому что это... Большущий, огромный шанс... ...выбить на него ДНК. Так, классическая бойня. О, да, о, да, ребята. Бибоп, рок-стадди. Все это классика. Это то, что мне нужно. Так, ну, и девящая сила, как всегда, неизменно. Ну что? Наверное, сразу же и... Подожди. Да, наверное, сразу и побежим тогда уже на турнирную арену. Еще, как говорится, отлаживать то, что можно сделать сейчас. Поехали. Как всегда, ребят, шестнадцатый уровень бойцов против моих пятьдесят пятых. Да. Ну, кожа головы сегодня прокачается до платинового ранга. Много кто за Рафа, ребята, голосовали. За его огненную вертушку. За кого только там не голосовали. За крысиного короля. Но он, по-моему, у меня в платине. Если я не ошибаюсь. Поэтому, как бы... Прежде чем, ребят, говорить, кого-то качать, вы смотрите внимательно, кто у меня прокачан, а кто нет. Кто-то в комментариях попросил, чтобы я расписал всех своих персонажей, которые в платиновых рангах и имеют сотый уровень. Друзья мои, ну... Я, конечно, в комментариях отвечаю. Посмотрите, по предыдущей серии. По-моему, про каждого персонажа уже все сказано. Именно как только мы его прокачиваем в платиновый ранг, я, по возможности, рассказываю все плюсы и минусы этого персонажа. Вот. Это, опять же, тот персонаж, который имеет сотый уровень, про которого я могу что-то сказать. Если он не прокачан до соточки и не имеет платинового ранга, я даже, ребят, не буду браться о нем что-то рассказывать. Так, поверхностно могу рассказать. Так, давай-ка попробуем выудить из них 12. 13 есть. Так, уже 4 бойца. Ранг 24-го. У нас очень много 55-х уровневых бойцов. Ну, прям вот, не знаю, ребята, большая часть из всех, из всей нашей коллекции, это 55-й. Ну, не больше 60-го уровня. И, как ты видишь, в основном это те бойцы, у которых нет массовых атак. Ну, только вот Кейси у него есть, тут баллончик. Пумс. Все. А вот у этого Кейси, жалко, нету массовой атаки. Вот у второго, к сожалению. Так, ну что, перейдем. Да, ребят, мы уже в элите. Шикарно. Так, 12-14 даже. Ну, еще пока до сих пор 4 бойца. Пятого нам пока не дают. Окей. Ну, что. Ну, давай задебафим их. Так уж и быть. Сделаем дебаф. Тынь-тынь. Надо, конечно, Донни, наверное, все-таки щелкнуть. Отлично. И волной. Огненной этой. Воу. Бибубчик-то уцелел. Но это ненадолго. Мы эту ошибку исправили. И двигаемся дальше. Так, смотрим. Элита. Ммм. Не перепрыгнули, к сожалению. На элитку две звезды. Но ничего страшного. Так, попробуем сейчас выудить. 12-14 это... Блин. А 12-15 все-таки не хотят мне давать. Но я, честно говоря, рассчитывал, что... Все-таки подкинуты. Опять же, 4 бойца. До пятерки мы еще не дошли. Окей. Так, ну что, вызываем болванчиков этих. Рокса, дизбибобом. Которые из другого измерения приземлились. Приземлились своими жирными попками на наших хиленьких врагов. Хе-хе. И, естественно, их разбомбили. Так, ну вот, элита две звезды. Ранг 51. Идем неплохо. 13-15. Вот оно. Так, сегодня, ребята, чисто аренка, наверное, будет. Не будем мы пока никаких событий испытаний. Потому что у меня нет просто элементарного времени. Завтра уже начнем проходить все эти события. Сегодня чисто арена. Оп. Да ладно. Ну-ка, бросай, Лео. Тыч. Блин, мне почему-то нравится вот у Леонарда вот этот вот удар, когда он бросает вот эту вот свою бутылочку, да? Она как бы идет на запрет хилая, но в то же время наносит офигенный урон. Элита три звезды. Так, значит, наверное, после этого поединка, скорее всего, мы уже перейдем в Лигу Мастеров. Так, 13-15. Ну, вряд ли. О, дали. 13-16, ребята. Хо-хо. 13-16. Раз, два, три, четыре, пять. У противника уже 36-й уровень. Практически 40-й приближается он, да, к нему? Ну что, Рафаэль, ты первый. Я знаю, у тебя инициатива офигенная. Тюфу. Мочканул. Так, теперь сюрекины от Майки. И добивка. Вот как-то так. И никак иначе. Двигаемся далее. Смотрим, какое место мы сейчас займем. О, да. Самураи. Самураи, это всегда хорошо. Так, 13-16. Ну, вряд ли, конечно, они мне сейчас дадут 14-17. Хо-хо. Да ладно. Не ожидал. Просто, ребята, не ожидал, что... Ну, все-таки подкинули. 14-17. Ну-ка. Давай мечом. В лобешник. Пич. Теперь. Разбойл. Минус двоечка сразу же, да. И... Масуху. Слышь, устоит. Слышь, устоит, скорее всего. А, еще и эта даже устояла. Даже Эйприл выдержала. Окей. Так, ну что, друзья. Двигаемся дальше. 14-17, да, мы остановились вот. На таких параметрах. Так, 31-я позиция. Нет-нет-нет-нет-нет. Давай ко мне 14-17. Вот. Я знаю, ребят, что это, наверное, была чисто случайность. Но, раз он выдал, так будь добр, тогда уже до последнего. Держи эту марку. А не надо мне там опять 13-16 все это скидывать, сбрасывать. Поехали. Че ты, че ты такое сделал, Пит? Это... Ничтожно был слабый удар. Вообще, вообще даже дебафы не повесили. Эй. Какого фикуса вы делаете? Так, ну-ка. Давай-ка, дебафь всех. Замечательно. Бросаем плюху. Хм. Непорядок. Непорядок. Кабан, давай падай уже. Че-то как-то вроде бы мы сильнее нашего противника были. А так бой затянулся. Да, мне это не понравилось. Ну что, самурай две звездочки. Отлично. 73-я позиция. 14-17. Хотелось бы, конечно, получить уже... Там, я не знаю, 14-18 или 15-18. Не, не дадите. Дадут. Дадут, ребят. 14-18. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, тут, конечно, очень мало массовиков. У нас только лишь Рокстеди. А, Аллопекс же еще сидит на массухе у нас. Ладно, сейчас она пропишет легеньких звезделей. Хлоп. А, ну у нас еще и Майки Космос, да. Но у него такая массовая атака, слабенькая очень. Вот надо будет Рокстеди с его горелкой сейчас активировать. Или с водяным пистолетом тоже неплохо будет. Слэш. Кого бы... Давай, наверное, попробуем Бакстера ушатать. Красавчик. Ну и что ты, что ты? Зачем тебе иммунка-то здесь? Ты объясни мне. Иммунитет он вешает. Этот уходит в инвиз как всегда. Но сейчас массовая атака будет горелочкой. Так что, вряд ли их кто-то спасет. Ну, блин. На. В инвиз спрятался. Думает, мы его не достанем. Конечно. Наши руки, как говорится, за грибуки. Достанем любого. Ну. Отлично. То есть, сейчас будет самурай 3 звезды. Ну, а после уже... Ждем сюгунов. Опять же, опять же, ребят, очень мало массовых атак. Раз. Атаки есть массовые, но не слабые здесь. Вот он усиление делает на свою команду. Усилился. Поехали. Так, осколки. Слабовато, белочки. Блин, слабовато. Давай, Кунаичи, жаривай. Вот это другой разговор. Фига я себе говорю, мало массовых атак. Тут практически у всех атаки. У Мутагеноида удар по земле. У этого... У Донателла, по-моему. А, у него холодильник. Что-то я совсем перегрелся на солнышке. У них у всех там практически массовые атаки были. Так, давай попробуем все-таки выудить. Выклинчать у них. 15-19. Выклинчил. Что-то бойцов-то мало-мало становится. Здесь я возьму Паукса, потому что хотя бы один массовик затейник мне нужен. А то тут... Вот в этой команде, да, массовых атак вообще мало. Тут у Хорфаэля и у Паукса. Так, понижение точности. Хилл есть у них тут? Вот. Давай заплевываем его. Тьфу. Ну-ка. Шенигами. Отлично. Угу. Вишит иммунитет. Так, а нам-то что сделать? Ну давай с удара. С прыжка с этого. Минус флэш. Давай массовую сделаем. Так уж и быть. Хлоп. Так, этот свой шар выпускает. Который ничего даже нам не сделал. Все. Прописали, пробомбили. Сейчас посмотрим, куда мы переместимся. Ну, по-моему, еще в Сегуны. Нет, в Сегуны мы не попадем еще пока. Но после вот этого поединка уже 100% будем. 14-18. 15-19. Отлично. Раз, два, три. Четыре. Пять. То есть, 70-ники против... Ну, почти 50-х, кроме меня. Я считаю, что это нормально. Это справедливо. Учитываем их прокачку еще. Это будет справедливо. Опа. Так, стоп. Один не упал. Теперь упал. Это был Рафаэльчик у нас. Оригинал. Он так погибает, как чернила. Растворяется он и его сай. Ну, и вот они все, друзья мои. Наша цель, как обычно, попробовать дойти до Лиги Мастеров. Сложно, не спорю. Но попытаться можно. Так, 15-19 не дадут мне, наверное, скорее всего, повышенную. Скажу, что Рэй, ты и так оборзел. Ладно, фиг с ним. 15-19. Соглашаюсь с ихними этими условиями. Раз, два, три, четыре. Единственное, что мне не нравится, ребята, у нас мало, мало бойцов осталось. Как бы до Лиги Мастеров, е-мое, мы только в Сегуны пришли. А там еще пиликать и пиликать. А бойцов уже нет. Причем мы нигде не сфейлились ни разу. И бустились практически, ну, в каждом этапе нам практически по одному кубку давали. Там, по-моему, два раза только было где. А мы с прежними кубками ходили. Но. 34-я позиция. Что-то идет не так. Раз, два, три, четыре, пять. Что-то идет не так. Бойцов действительно, ребята, мало. Тут максимум на три поединка останется всего лишь. За три поединка я не смогу перейти, потому что мы только сейчас в Лигу Мастеров зайдем. Опять же, две звезды. Ой, в Лигу Мастеров, в Лигу Сегунов две звезды, так? И там еще нужно будет проходить сколько? Ну, как минимум два поединка. Как минимум два поединка. А у меня на три боя всего лишь осталось. И еще до Лиги Мастеров нужно допиликать. Нет. Буст вроде бы хорош. Ребят, хорош. Но, как-то... Ну, опять же, тут рандомно, ребята, повышается покупка. Просто рандомно. Вот я сейчас хочу получить 16.21. Вряд ли я получу. Да. Тут, скорее всего, только с понижением. Не дают. Не дают, ребята. Как я тут ни кручу, ни верчу. 15.20. Это все. Это потолок здесь для меня. Ладно. Мы можем сделать, знаешь что? Блин, откаты тратить. Откаты тратить тоже как бы не хотелось бы. Ты прекрасно знаешь, почему мне не хотелось бы брать откаты. Потому что все равно нас скинут. Буквально завтра уже зайдем в игру. И мы уже будем в Лиге, я не знаю, там, Самураев даже можем находиться уже. Это хорошо, если мы сохранимся в Лиге Сюгунов. Усаги не смог пробить сплинтера 56 уровня. Мало того, что он не пробил, так он еще и постепенно урон на него не повесил. Вот о чем я тебе говорю. Это чисто рандом. Так, по идее, он его должен был ушатать. Причем на изи. Ну вот, 53-я позиция. Получается, мы только максимум дойдем до Лиги Сюгунов. До Лиги этих Сюгунов 3 звезды, что ли, получается? Это наш сегодня потолок? Это наш сегодня потолок, ребята. Почему? Я не знаю. Я тебе говорю, фейла не было. Кубки практически всегда получали. Как вот это вот можно? Вот как ты это объяснишь? Я не знаю. У меня лично объяснений нету этому. Просто нету этому объяснений. Ну вот, сейчас мы зайдем в Лигу Сюгунов 3 звезды. Наверное, зайдем. Еще неизвестно. Вот. Вот, ребята, вы видели? Вот о чем я и говорил, что рандомно. Они мне просто сейчас... О, мне... Я даже не зашел. Мне еще даже откаты приходится тратить. Ты представляешь? Слушай, я даже уже не знаю, ребята. Мы всегда стараемся... Вот я как заметил. Как только я захожу по самому откату, да? Вот как только происходит сам откат. Заходим. Мы практически никогда не попадаем в Лигу Мастеров 3 звезды. Когда проходит хотя бы час или два часика после того, как произошел откат, у нас стабильно 100% получается все. Может быть, в этом есть прикол? Ну, а сегодня наш, ребята, результат. Все. 3 звезды, 75-я позиция. Все. Это все ресурсы мы сегодня затратили с тобой. Прикинь? А вот так вот. Ну что, давай теперь переводить. Где наш кожеголовый? Вот он, родной. Давай. Да, ребята. Платиновый ранг. Наконец-то. Наконец-то он прокачался. Ну и заодно ему уровень поднимем. И заберем все наши награды оставшиеся. Как бы вот такой у нас получился, друзья, буст. Вообще. Вообще, честно говоря, никакой. Так, давай мы с тобой потратим всю пиццу, которая у нас осталась на поиске этих наушников. Тихо-тихо-тихо-тихо. Так, два, три. Так, три наушника нашли. Четыре. Блин, четыре. Ну давай, пятый-то. Что жмешься-то? Я не пойму. Не хочет выдавать. Друзья, не хочет выдавать мне пятые наушники. Вообще ни в какую. Ну что же, ладно. Ничего страшного. Завтра мы уже пойдем. Завтра как раз у меня выходной. И начнем уже классическую боню. Естественно, нет резона мне проходить полностью все. Хотя здесь, если не ошибаюсь, будут давать больше всего ДНК. Ну, нам, наверное, и вот этого хватит. В принципе, да? Ну да. Так что, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok